Годовщина Кабмина Годовщинская реформа. И как теперь будут работать государственные больницы? Есть ли жизнь после залога? Как поживает армия казнокрадов, дожидающихся правосудия не в камере, а в роскошных особняках? И все ли эти воры еще в Украине? Подробности недели в эфире. Я Алексей Лихман. Христос воскрес. Так сегодня приветствуют друг друга христиане всего мира. Почти 8 миллионов верующих участвовали сегодня в пасхальных богослужениях в нашей стране. Согласно официальным сведениям нацполиции, самые многолюдные службы прошли в Днепропетровской, Львовской, Тернопольской и Одесской областях. Всего более чем 16 тысячах храмов. В этом году христиане восточного и западного обрядов отмечают Пасху в один день. Так что празднование получилось по-настоящему многолюдным и всеукраинским. Во Львове традиционно ночью было спокойно, ведь в церкви на Пасху горожане приходят еще ранним вечером в субботу. А вот завтра перед городской ратушей жителей города ждет еще одна часть празднования. Традиционное пасхальное обливание водой. Отличилась Одесса. Пасху там отмечали в том числе в греческих традициях. По словам организаторов, цель именно такого формата празднования – приобщить украинцев к греческой культуре и одновременно на примере Пасхи показать, как много общего у двух православных народов. Богослужения прошли и в главных храмах Киева. В них традиционно участвовали и политики. Президент Петр Порошенко сначала посетил службу во Владимирском соборе, затем в Киево-Печерской лавре. Далее глава государства побывал в костеле святого Александра и в монастыре святого Василия Великого – украинской греко-католической церкви. Возвращая перемогу життя над смертью, не забудьмо згадати всіх героев, які полягли за Украину. И особенно укленно прошу Божої ласки для каждого, кто и сегодня защищает Украину. Бажаю всім душевного тепла, здоров'я, счастья, а також твердой віри. Віри в Бога і віри, що в Україні запанують мир та добро буде. Дякую за перегляд! Ну а заодно выяснят, кто из министрів все-таки не сохранит свой пост. Под кем уже зашатались кресла, расскажет моя коллега Екатерина Лысенко. График їх работы, как минимум, вызывает вопросы. То вони заседають в зале по две недели подряд, словно бояться что-то упустить, то легко отменяют пленарные заседания на целый месяц, как будто все, що нужно, уже проголосовали. Официально нардепи будуть трудиться в округах і комітетах, але по факту для многих із них це просто отдых. Оці чотири тижні перерви Верховної Ради України, це якраз і є обличчям Верховної Ради України. Їх сьогодні оця бездіяльність влаштовують. По нашому комітету за два останні тижні не розглянулись жодного законопроекта. В першу чергу, це закон про платежні системи по Національному банку, це закон про регульовані ринки, це по комісії цінних оперів. На Майнерді поперенесли і сотні своїх законопроектов, і всі требования МВФ. В куларах уже говорят, любой із вопросів можуть перенести і на іюнь, і вообще на осінь. Сьогодні український уряд ініціює реформу, яка дасть можливість фізичним особам-українцям один одному продавати землю. Нам потрібно провести ефективну пенсійну реформу. А ми зможемо до більше ніж 5 мільйонів пенсионерів з 1 жовтня підняти пенсію від 200 до 1000 гривень щомісячно. Без широкої дискусії в кожній фракції і без розуміння, що таке пенсійна реформа за версією уряду Володимира Борисовича, трудно рішення в парламенті не буде прийнято. Тепер наступає період дуже важкої роботи уряду. І отут уряд завжди пробує перекладати свою відповідальність на парламент, заявляючи, що якихось законодавчих іниціатив йому не вистачає. І це ще не говорили о кадрах. Імунітет у Кабміна Гройсмана закончился в цю п'ятницю. І якщо заміну прем'єра і велике переформатування правительства в парламенті не обсуждають, то к точечним перестановкам готовяться. Нардепу недоволені Минздравом і тем, що ведомство до сих пор возглавляє ІО вместо міністра. Других депутатів после блокады не устраивает політика Министерства енергетики. Третьі перед большой приватизациєю готовяться к боротьбі за кресло глави фонда госимущества. У нас незрозумілі речі робляться в Міністерстві палива енергетики. І в цій галузі Україна не є сьогодні незалежна від вугілля окупованих територій. І за три роки ні попередній уряд, ні теперішній нічого не зробили, щоб досягнути цієї незалежності. Робота фонду держмайна по приватизації в 2016 році повністю провалена. На зустрічі фракції з президентом України ми піднімали це питання. І ми чітко проговорили, що фракція буде долучатися до обговорень, до, скажімо так, рекомендацій, згідно тих кандидатурів, які будуть обиратися. До сих пор не почалось і обговорення кандидатур на заміну глави Нацбанка. Валерія Гонтарєва заявлений об відставці написати-то написала, а вот хто прийде вмісті нею, ще один вопрос, відповідь на який відбувається не раніше, ніж через 4 неділи. Але не факт, що і тоді за це кадрове рішення знайдуться голосом. Вона зробила найважчу роботу, яка вимагалася від неї в цей період. Вона очистила банківську систему. Було виведено 87 банків, які займалися, були карманними банками. Повертаючись до Конституції, це право президента внести подання на звільнення і одразу вносити подання на призначення. Наша позиція принципова. Ми не голосуємо за кадрові призначення. Тому що це мусить робити коаліція. Коаліції нема, голосів нема. Знову-таки починають ходити, починають по колу і шукати, де підголосувати, знайти когось, хто підголосує. Потенціалу у влади приймати закони з силами коаліції немає жодних. Вони ходять по залу, шукають голоси у різних партій, фракцій, груп, тимчасові союзи, між собоющики, на тому все. Не працює коаліція, не працює Рада. Показательним на цей неділю було голосування по законопроекту о Конституційному суді. Обсуждали цілий день тільки його. Рассмотріли сотні поправок. Значення законопроекту сложно переоценить. Он должен перезапустить роботу ключевой судебній інстанції. І все ромно голосів не хватило. За три роки парламент понаприймав тисячі законів, від яких точно українським громадянам не стало жити легше, а навпаки стало жити гірше. Питання в якості тих законів, які проймаються. Це тут найрідкий случай, коли Рада не працює, то Україна від цього не страдає. Тому що ефективність ВР в останнє время скатується на уровень крайній низкий. Якщо Рада на такому низком уровні і продовжит роботу, итоги всього політичного сезону вполне можна буде подвести через нескільки недель. Формально у депутатів ще 20 пленарних засідань до іюля, а потім опять в каникулы. Так що багато законотворців, вернувшись з віддіха в мае, не стануть розпаковувати чемодани. Екатерина Лысенко, Іван Єрнуков. Подробности в неділе. Телеканал «Интер». Итак, главным событием двух пленарних недель в мае, к которым политики уже готовятся, пусть и совмещая это дело с отдыхом, должен стать отчет правительства. По всем правилам Верховной Ради плюс голосование, которое определит судьбу Кабмина на следующий год. Похоже, в самом правительстве не сомневаются, что решение депутатов будет положительным. А вот что считают своими достижениями за год работы? Далее в нашей справке. В лучших традициях предвыборных плакатов Кабмин Гройсмана похвастался работой за свой первый год. С лозунгом «Обещал, сделал» министры поставили себе галочки напротив 14 пунктов. Кабмин и облегчил жизнь предпринимателям, упразднив почти полтысячи устаревших нормативных актов. И чуть подлечил финансову медицину. И запустил программу «Доступное лекарство». Но главным своим достижением правительство считает рост экономики после двух лет падения. А главной гордостью число 3200. Повышение минимальной зарплаты вдвое. В этом году еще и пенсии повысить обещают. 9 миллионов пенсионеров с 12 миллионов отримуют подвышение своих пенсий. И причем они отримуют это в абсолютно всталом выморке. И еще одна позиция, про которую я бы хотел сказать. Наша реформа предпочитает, что с 1 жевтня мы запропонуем отменить оподаткувание пенсий для працючих пенсионеров. Но не все так радужно. Главные минусы нынешнего Кабмина тоже очевидны. Правительство все-таки решилось на тепловой удар и повысило коммунальные тарифы. Платежки для многих украинцев, даже несмотря на субсидии, стали неподъемными. Долг населения по оплате услуг ЖКХ достигает почти 30 миллиардов гривен. Увеличилось давление на бизнес. А вот обещанного Кабмином капитального ремонта дорог пока не произошло. Политологи прогнозируют кадровые ротации на Грушевского. И все чаще говорят о том, что Гройсман набирает политический вес. Становится самостоятельной фигурой и даже расширяет свою команду. Впрочем, сам премьер утверждает, президентских амбиций у него нет. В 2019 году я буду брать участь в президентских выборах. Я все граждане Украины прийду и проголосую за кандидата в президент. Еще в Кабмине определили 5 реформ, которые обещают провести в ближайшее время. Самые противоречивые – земельная и пенсионная. Большая приватизация госпредприятий наверняка вызовет тоже много споров. Даже несмотря на 80 миллиардов убытков, которые ежегодно эти предприятия наносят в стране. Еще две вызывают ажиотажа меньше. Это реформы в сфере образования и здравоохранения. Хотя по-новому лечить и лечиться украинцы должны уже с июля месяца. Большинство медицинских услуг станут платными. Больницы хотят автономизировать. Что это значит и к чему готовится пациентам? О реформе за здравие Елена Митясова. Сохранить нельзя, реформировать. Нет бесплатной медицине, привязки койко-месту и статистики. Чиновники перекраивают здравоохранение, взрощенное Советским Союзом. Охрана здоровья живет в радянской модели финансирования. В радянской. Когда финансуется абстрактная, абсолютная цифра, дается лекарный бюджет. Как этот бюджет используют, никто не знает. Полежать для профилактики в терапии? В боку заколола, пусть доктор посмотрит. Готовьте деньги. Если помощь не срочная, не угрожает жизни, вы не беременны, не ребенок и не болеете редкими заболеваниями, придется раскошелиться. Парламент узаконил платную медицину. Мол, де-факто, она уже и так давно не бесплатная. Мы должны полностью перебрать целью и незрозумимые деньги от пациентов и перевести это все в оплату, в первую очередь, державы за медичную помощь, за медичную послугу для людей. Нет никакой страны, где медичная помощь вся надавалась безоплатной. Если мы работаем, если мы, извините меня, ездим за кордоном, мы отмечаем, то, наверное, нужно все-таки отмечать деньги, чтобы приносить какие-то необходимости надания медической помощи был резерв. Правда, часть денег государство будет компенсировать больницу за услуги, предоставленные пациенту. Но речь идет только об оказании первой помощи. О плановых и хронических больных ни слова. Неизвестно пока и сколько будут стоить манипуляции. Но это дело времени. Выдумывать велосипед чиновникам, в принципе, не надо. Все давно уже просчитано частными клиниками. Внутривенная инъекция 102 гривны, консультация кардиолога 420, аппендектомия 10 тысяч гривен. Не исключено, что подобная калькуляция ляжет в основу стоимости услуг и для государственных больниц. Но все ли решат такие экономические уравнения? Если в крупных городах медики справятся с такой финансовой независимостью, то что будет с больницами в провинции? У нас сельскохозяйственный район, когда закрыты все предприятия, у людей нет денег. Очень трудно сказать, что они могут оплатить сегодня операцию, которая делается на параскопическом, это большие расстраты. Именно за счет денег пациентов и будут выживать больницы. Чиновники дали медучреждениям полную автономию. Хозрасчет за свой счет. Не будет державной субвенции на заработку платным медикам, а местные бюджеты, это все не потянут. Они сейчас уже не могут сплачивать коммунальные послуги за такими драконовскими тарифами. А еще и нужно будет платить заработку платным. Это отделение нашей анестезии и интенсивной терапии, это рентген-аппарат, это такой ракурс. Посмотрите, бачите, хвори лежат, кардиомонитория есть, концентратор кисни, есть дыхательные аппараты. Но все это теперь могут утратить с нового года. Ведь кроме автономизации больниц, медреформа, это еще и оптимизация. Покладено принцип 60 километров и 60 хвилин до езды, которые не дотримаются. И покладенный принцип 200 тысяч населения округ может быть. Эта районная больница в Шаргороде должна стать частью госпитального округа Могилев-Подольского. Возможен вариант и объединение с соседним райцентром Жмеренко. Но и в первом и во втором случае придется закрыть операционные родильные отделения и реанимацию. Цю субботу была позамоткова вагитность 22 года. С Михайлевки. Три литра кровоотрата. Привезли без пульса, без артериального тиска. Через 15 хвилин в операционной уже разрез. Она до Жмеренко не доехала, а до Могилева темпач. А это село Бережинка, в 8 километрах от Кропивницкого. Сельская амбулатория обслуживает 2500 человек. За старшую сегодня медсестра. У нас працуют лекарь-стоматолог, семейный лекарь, фельдшер и две медсестры. Мария охотно показывает амбулаторию. Есть и манипуляционный, и детский кабинет. Только лабораторию закрыли. Чтобы сдать анализы, нужно ехать в район. А так для оказания первой медпомощи есть все. Тут у нас находятся медикаменты для оказания первой медпомощи. Как за обеспечение медикаментов? Да, вы, в первую. Ну, я достаю 100%. Ну, дают по возможности. Вот на такие амбулатории реформаторы возлагают большие надежды. Уже с 1 июля медики первичного уровня будут работать по-новому. За каждого пациента государство будет платить в среднем по 200 гривен в год. При полной загрузке, подсчитали чиновники, доктор сможет заработать до 35 тысяч гривен в месяц. Сумма впечатляющая, но есть нюанс. Никто не учел расходы. Проводился анализ, сколько денег нужно затратить на одного пациента, чтобы его обслужить. То есть, провести флюорографию, кардиограмму, анализы, прием лекаря. Это все. Это в межах 150-160 гривен. То за один раз пациент съедает все деньги, которые ему выделяет держава. Что будет дальше? За чей рахунок будет дальше ликоваться цей пациент? Новая медицинская система будет работать по британской модели. Украинские реформаторы решили, она самая оптимальная для нас. Но оказывается, пациентам в Британии совсем нелегко. На прием к специалисту не записаться. Ждать в очереди нужна вечность. У Маркуса Эванса лимфома селезенки. Ему очень повезло, что диагноз поставили всего за несколько недель. Изначально, когда мне поставили диагноз, я должен был сидеть в коридоре больницы по 2-3 часа впустую и тратил время. Все эти пинания из кабинета в кабинет были утомительными. Самое сложное – попасть к доктору, говорит Эванс. Но если уже в кабинет вошел, помощь окажут на высоте. Но многие ее могут и не дождаться. У нас берут чему-то най-гаршую систему охраны здоровья. Само британскую. Но прежде чем реформа Минздрава заработает по-настоящему, кабину предстоит утвердить еще не одно решение. Принятие европейских стандартов лечения, прокалькулировать стоимостью медуслуг. Но из реформаторских формулировок ясно пока только одно. За пациентов, медикам придется побороться. И пока непонятно, кто выйдет победителем в этой борьбе. Елена Митясова, Елена Брынза, Оксана Кундеренко, Алексей Шматов, Владимир Кубакин и Сергей Дубинин. Подробности недели, телеканал Интер. Как может работать сфера здравоохранения после этой реформы? И вообще реально ли за год что-то изменить серьезно? Давайте обсудим с Ольгой Богомолец, главой парламентского комитета по вопросам здравоохранения. Она сейчас на прямой связи со студией. Ольга, приветствую вас. Скажите, вы верите в успех реформы здравоохранения, которую начал Кабмин? Вообще реально за год что-то изменить серьезно в этой сфере? Здравоохранения. В принципе, с этим законами он предлагает, что государство будет платить людям только невредимую, первенную и паліативную помощь, когда ты родишься, когда тебе очень плохо, а когда ты умираешь. А за все решту люди будут мучены платить из собственной кишени и что-то будет помогать государству. Притом Кабмин Министров не поясняет, в каких пропорциях, сколько будет компенсовать государству, человеку за эту медическую помощь. То есть, соответственно, в их законах, в законах Кабмина и Министра, человек, попадая в многопрофильную лекарню, на плановую операцию, обязательно будет платить деньги. Сегодня деньги у людей нет. И Кабмин не предлагает ни одной пильговой категории, ни ветеранам, которые защищали нашу страну, ни инвалидам, ни детям-сиротам, ни пенсионерам абсолютно никаких пильг. Единый закон, который они сделали, это закон отдельный, который предлагает, что государство будет все оплачивать только участникам антитеррористической операции. На мой взгляд, это создание такого конфликта, когда все другие, и те, которые воювали, защищали свою батьковщину во время Второй войны, и которые стали инвалидами на войне в Афганістане, и люди, которые служили в Батьковщині, они выкинуті Министерством на смітник історії. Как мають чутись ветераны АТО, розуміючи, що їх виділили в окрему таку субкасту? Ну проблема понятна, Ольга, действительно, люди могут чувствовать обиду. Вы говорите, что в Кабмине многого не объясняют, но я уточню, что в Кабмине в это время зато обещают, в частности, врачам обещают, что они могут получать по 35 тысяч гривен в месяц. Вот такой уровень оплаты на сегодняшний день, он возможен, и есть ли в бюджете средства? Нет, он неможливый. То есть, тот бюджет, который расписан на сайте Минздрава, для человека, которая когда-то вела приватную практику, он является фикцией. Минздрав предлагает сегодня 200 гривен, 210 гривен на человека на год, что он будет платить семейному лекарю, который будет обеспечивать двумя тысячами пациентов. При этом семейный лекарь не будет ездить на выклики, потому что у него не будет времени. И вот эта сумма, 2000 людей по 210 гривен на год, это выходит разом, приблизно 35 тысяч гривен на месяц. Но из этих денег нужно платить зарплату медсестре, адміністратору, прибиральнице, заплатить за аренду, если оно нужно, за коммунальные витрати, за тепло, за светло, за телефон, за медическую документацию, за дезинфікуючие средства и провести аналізы. Я не знаю, что остается у лекаря, но, возможно, немного больше, чем ту зарплату, которую они получают сейчас. Я согласен с тем, что реформа очень нужна. То, как охрана здоровья, в каком состоянии она сейчас, не может быть. Поэтому комитетом охраны здоровья подготовлены совсем другие законы. И мы не разделяем на сегодняшний день значная часть депутатов комитета, не разделяя и не поддерживая законы, которые запропонованы Кабмином. Именно поэтому эти законы не расписаны на наш комитет охраны здоровья. Они попали на комитет социального защиту, на бюджетный комитет, нас так обошли на повороте. Мы не разделяем такую позицию, потому что мы считаем, что первое, что должна сделать государство, дать людям четкие гарантии, за что, сколько, за какими стандартами будет платить государство. Ну, ваше мнение понятно. Спасибо, что разъяснили, Ольга. Нам действительно всем тоже хочется. Вам будет о чем поспорить в парламенте, как мы поняли. Очень хочется, чтобы реформа, начатая за здравие, не закончилась за упокой. Спасибо, Ольга Богомолец отвечала на мои вопросы. Мы продолжим. Войне с коррупцией. Ровно два года. 16 апреля 2015 года заработало Национальное антикоррупционное бюро. За все это время детективы НАБУ нашли свой стиль работы. Задерживать подозреваемых громко и зрелищно. Но сколько дел доведено до суда? И сколько взяточников наказано? О самых громких делах и скандалах бюро посмотрите в нашей справке. Это не Абридия, это Национальное антикоррупционное бюро! Вот так они задерживали его, одесского судью Бурана. Это почти киношное видео с детективами НАБУ в главной роли в марте 2016-го прогремело на всю Украину. И стало особым стилем бюро. Задерживать взяточников показательно и зрелищно. Их специализация – коррупционные преступления, совершенные высшими должностными лицами. Самым крупным делом НАБУ и САП стала газовая сага Анищенко. Фигурантов в ней более двух десятков. Но главный – в бегах. А вот самой крупной рыбой, которую поймали антикоррупционеры, в том же деле Анищенко, стал главный фискал Роман Насиров. А его задержание и судебное мытарство под пледом стали народным сериалом. Молодые люди, дайте больному выехать! Пока дело на стадии расследования, а сам Насиров под залогом. Сейчас на сайте НАБУ увлекательная антикоррупционная статистика. Более трехсот дел в работе. В половине уже оглашены подозрения. Полсотни отправлены в суд. На жаль, они не имеют точных решений. Есть примеры затягивания справа, разведу справ в судах. Затягивания, но не рассыпания. В связи с тем, что есть нереформована судовая система. В 2016-м на антикоррупционное бюро из бюджета потратили 500 миллионов гривен. В этом заложили 770 в надежде, что деньги пойманных взяточников покроют все траты. Но пока сумма, возвращенная в казну, скромнее 115 миллионов гривен. При этом детективы НАБУ предотвратили расхищение на полмиллиарда. Было бы желание, как бы Ортем сберегал твердость характера. Именно так, ровно два года назад президент представлял всем директора НАБУ. На фоне бескомпромиссного плаката об уничтожении коррупции. Но чтобы достичь цели номер один, твердости характера слишком мало. До сих пор не принят закон об антикоррупционном суде. Полгода полиция и законопроект о расширении полномочий НАБУ. Бюро никак не хотят дать право на прослушку, хотя этого требует МВФ. Да и сами антикоррупционеры вместо того, чтобы бороться со взяточниками, переключаются друг на друга и делят полномочия и обязанности. Еще за эти два года работа антикоррупционного бюро запомнилась избирательностью. Об одних делах представители бюро отчитываются чуть ли не ежедневно. А вот информацию о других получить иногда просто невозможно. Например, по скандальному делу с рюкзаками Авакова. Еще в феврале этого года в НАБУ говорили, что расследование уже завершают. Но вот прошло два месяца, а новостей о том, чем же оно завершилось, так и не было. Еще один вопрос, связанный с МВД и с НАБУ, это закупка внедорожников для украинской полиции. Почти на миллиард гривен с переплатой на каждой машине более чем в 7 тысяч долларов. Казалось бы, это ведь то, чем стоило заняться антикоррупционному бюро, правда? Тем более регулярно появляются сообщения в соседних странах, что полиция тратит на покупку таких же машин чуть ли не вдвое меньше. Но и этим НАБУ заниматься не спешит. За то, кому теперь точно придется отвечать перед законом, так это бывшему начальнику Киевского управления ГАИ Николаю Макаренко. На этой неделе его экстрадировали в Украину. Обвиняют в коррупции, в создании незаконной схемы при регистрации авто. И на этом он заработал почти миллион гривен. Сразу же по приезде Макаренко избрали меру пресечения – арест с возможностью внесения залога. Пока подозреваемый в СИЗО и денег не платил. Но если найдет 5 миллионов гривен, сможет купить себе свободу, по крайней мере, на некоторое время. Наша Елена Зорина пообщалась с теми, кто уже смог это сделать. Сколько им это стоило? И как живется под залоговым чиновником? Смотрите далее. Хитроумные схемы, тысячные и даже миллионные взятки за держание на горячем. Под столом люди. Что вы здесь построили? Ручники какие? Сейчас оденем. Шоу для всей страны. Сюжет чем дальше, тем интереснее. Уже в суде кто-то снимает брюки, кто-то меняет цвет одеял. А дальше в драме – хэппи-энд. Это только начаток. Но завдяки вам я стою тут, живый, здоровый. С браслетами и за очень большие или чисто символические деньги они покидают здание суда. Ну никто не может нести в Украине 2 миллиарда. Я был очень удивлен, когда Насиров нашел 100 миллионов. Я не планировал вносить залог. У меня особисто таких грошей нет. Пожалуй, самая обсуждаемая история этого года – задержание и выход под залог главного фискала страны Романа Насирова. Сплачена была фактически двумя особами. Это дружиною и тестом. Ревнив доля по 50 миллионов гривен. Хотя прокуратура просила 2 миллиарда. Почему сумма залога была снижена в несколько раз? Заслуга защитников или что-то другое? Суд по своему внутреннему убеждению исключительно определяет сумму залога. Да, действительно он может установить сумму залога, которую просит прокуратура. Что, в принципе, зачастую бывает. Но, однако, когда речь идет о довольно крупных суммах, то суды их довольно часто снижают. Официально снизить залог могут из-за финансового состояния задержанного. Некоррупционер Насиров, который в прошлом забывал декларировать и квартиру в Лондоне, и бизнес-жены, для суда, видимо, оказался довольно беден. Хотя только наличными позже показал более миллиона долларов и почти полмиллиона евро. Несколько земельных участков Чернигове и области, машину, часы, ковер и тренажер. Все остальное на жене. Вышел из-за тех, где же сейчас главный фигурант скандальной истории. Есть такой персональный мобильный девайс, на который даже может звонить. А браслет на ноге, он под носком, а его не будет очень видно. С электронным браслетом на ноге Насиров журналистами предпочитает не общаться только с адвокатами и детективами НАБУ. Где ожидает окончания досудебного расследования и чем занимается, не афиширует. Это украинский Беверли-Хиллз. Именно так называют элитный поселок Казин в 25 километрах от Киева. В связи с того, что здесь обосновались многие украинские ВИПы, политики, чиновники, бизнесмены. Здесь же расположенный дом, где живет отстраненный главный фискальщик страны Роман Насиров. Дом в 400 квадратных метров, недалеко от знаменитой кончеза, аспы скрыт от посторонних глаз. К нему ведет отдельный заезд. Рядом дежурит охрана, но, завидев камеру, испаряется. И внутри, и снаружи явно кипит жизнь. Кто-то уезжает. А кто-то только собирается встречи с журналистами. Насиров явно не ждет. Здравствуйте. Как вы себя чувствуете? Я в порядке. А чего вы не хотите общаться с журналистами? Ожидать сюда в СИЗО правила не для высоких чинов, говорят эксперты за решеткой. Те, кто попроще. Рядовые таможенники, прокуроры и мелкие чиновники. Чем выше чиновник, тем легче ему побороться за нижнюю заставу. Показником того, что застава есть высокая, 30-ковая гарантия, что это эфирный козел, то есть человек, на который пытаются скинуть всю ответственность. Хотя бывают и исключения. Ребочий компьютер, свежая пресса, проектная документация, какие-то поздоровления. Звучайный кабинет любого чиновника. Вот только Алексей Момот необычный чиновник, а тот, которому светит 12 лет тюрьмы. Мэра Выжгорода подозревают в вымогательстве взятки. В миллион евро. Стил показал, что на нем были раскладаны деньги, хотя их тут раскладано не было. Год назад именно в этом кабинете его и задерживали. Теперь здесь, как в библиотеке. Портрет Тараса Шевченко. А еще новую камеру наблюдения. До того она писала только на видеорегистратор, а теперь она пишет, кроме регистратора, еще и так званный облачный сервис. За его свободу просили 10 миллионов гривен. В итоге сошлись на пяти. Собирали деньги всем городом. Чиновник традиционно оказался гол, как сокол. Давал местный бизнесмен, которого знаю очень много лет. Давал и два народных депутата. Моя дружина. Сбирали люди на площади. А через месяц деньги вовсе вернули. Чиновнику изменили меру пресечения. И вместо залога выпустили под личные обязательства. Уже 10 месяцев он на работе ждет суда. На май назначены только предварительные слушания. Сам Момат убеждает, готов ко всему. Ну придут, да придут. Жаль. Что ж, это такая работа. Добробуту вам. Усиляки гараздю. За его делом три года назад украинцы следили, затаив дыхание. Мы назначили мельнику Петру Володимировичу 18-го червня заставу в размере 20 тысяч минимальных заработных плат, что становит 24 миллиона 360 тысяч гривен. Бывшего ректора налоговой академии, обвиненного во взяточничестве, ни такой залог, ни даже браслет не остановил. Он все равно умудрился сбежать из страны. Большие капельницы, руки были на браке. Руки сцепли. Особенно их никакие, так сказать, усилий не было, чтобы их снять. А затем вернулся и начал судебную войну. Немає відповідальності по кримінальному кодексу в Україні той людини, яка зняла расследок. Сам ексректор, говорят соседи, начал вести более скрытый образ жизни. Чем занимается, непонятно. Похоже, ведет свой бизнес. Приїхав, уїхав. Ну, як приїжджає, то он сразу ворота закриває за собою, так его не побачиш. Живет под Києвом, дом, территорія которого раскинулась на две улицы, знает каждый. Чиста бедринна. В доме топят печь, но двери не открывают. Меньше публичности – это, видимо, лучший рецепт уладить все неурядицы и вернуться к прежней роскошной жизни, хоть и накупленной свободе. Елена Зорина, Марьяна Бурякова, Сергей Килимник, Вадим Свиридонов. Подробности недели – телеканал «Интер». А вот следующим героем суд так и не успел изменить меру пресечения. Четверо бывших харьковских беркутовцев, которые были под личными обязательствами и домашним ночным арестом, бежали из страны, в Россию. О чем сообщили в видеообращении. Беглецы были фигурантами дела о расстреле на Майдане. Обвинительный акт находится в Печерском суде уже три недели. Но суд так и не удосужился собраться на заседание и изменить меру пресечения экс-беркутовцам. И тем самым фактически открыл путь к побегу. Кстати, это те самые беркутовцы, в защиту которых высказывался нардеп и советник главы МВД Антон Герасченко. Обсудим происходящее с Кириллом Куликовым, экспертом по вопросам правоохранительных органов и экс-руководителем Национального бюро Интерпола. Кирилл, вас приветствую. Добрый день. Вот ваше мнение. Как так получилось, что очередные беркутовцы смогли бежать из Украины? С праздником. Честно говоря, я не вдаюсь в детали, почему беркутовцы сбежали и не сбежали, потому что они, к сожалению, только пешки во всей этой игре. Прежде всего вопрос Майдана касается власти бывшей и власти нынешней. Высших должностных лиц в нынешней и в прошлой власти. А находить стрелочников это всегда легче всего. Хорошо. И переводить на сержанта. Дело по расстрелам на Майдане. Все, кто причастен, вы верите, что после подобных историй, что дело будет доведено до конца и мы услышим приговоры? Я в этой студии неоднократно заявлял. Уверен в этом. Не при этой власти. Ответ очень простой. Потому что эта власть также имеет отношение к развилам. Точно такое же отношение к расстрелам, как и власть предыдущая. Два года антикоррупционному бюро. Ваша оценка этой деятельности. Чем были эти два года? Зрадой или перемогой? Все-таки в отношении борьбы с коррупцией. Я думаю, что позитив в этом определенный есть. Есть позитив с той точки зрения, что сначала НАБУ отбиралось по принципу, ну давайте туда соберем убогих. Ну, в общем-то, получилось. Они их собрали и думали, что конкурсы же проводились, если помните, где? В администрации президента. Я их не проводил, но... Ну, в администрации президента. И это должен был быть такой ручной орган, которым они совершенно спокойно руководили. То есть приезжает какой-то старина Джо Байден, Кэрри ему говорит, старик, смотри, вот, ты просил, на! Вот. И в определенный момент это НАБУ перестало быть ручным. Вы не упомянули дело, а это дело Онищенко. Вот тогда оно перестало быть ручным, потому что это дело ведет к высшим должностным лицам сегодняшнего государства Украинского. Потому что Онищенко лишь перевозчик, то есть он переносил клетчатые сумки. А вот кому он заносил, он нам постоянно, каждые 2-3 недели радует украинских избирателей. Хорошо, но само НАБУ жалуется, что у них нет полномочий. И парламент говорил, что к концу мая уже могут расширить полномочия НАБУ. Речь идет в том числе и о прослушке. Вы верите, что украинские политики пойдут на такой шаг? Я думаю, что полномочия не нужны, полномочия достаточны, которые им нужны. Мы просто заговариваем эту ситуацию. Это та же ситуация, как с созданием НАБУ, НАЗК, всех этих органов. То есть наши американские друзья, пока нам деньги давали, мы им постоянно, хотите НАБУ, возьмите, хотите НАЗК, берите. Главное, чтобы они ничем не занимали. И подбирали туда достаточно средний, чтобы не оскорблять людей, уровень, которые занимаются этими вопросами. Но тем не менее, это НАБУ перестало быть контролируемо. Оно спустилось с поводка и стало кусать своих же. И в этом появилась проблема. Но оно кусает, возможно, и своих же, но вот говорит не обо всех. Вот как вы прокомментируете избирательность дел? По тому же Насирову отчитываются чуть ли не ежедневно, да? Как проходит расследование. В рюкзаке Авакова полное тишина и молчание. Ну, рано или поздно оно же никуда не денется. Рукописи не горят, то, что возвращаясь к Майдану, рано или поздно все эти вопросы, но они же задокументированы, они на пленке не только рюкзаки, а добыча карьеров, дела уголовные возбуждены по этому поводу. Просто на сегодняшний день есть люди в высших должностных органах власти, которых очень сложно привлечь. Хотя в обществе такой градус недоверия и ненависти к этой власти, вот это все долгое шоу с Насировым, когда он умирал, воскресал и так далее, просто вызывает у народа определенное, ну, по меньшей мере, корректно говоря, недоверие. Я бы на месте этой власти немножко бы задумался и кого-то сдал бы из высших руководителей, ну, чтобы народ хотя бы там чуть-чуть пара выпустил. Ну, посмотрим, возможно, это будет Насиров, время покажет. Насиров это не высший, я сказал высших руководителей. Насиров это мелкий средний бухгалтер, давайте так говорить. Ну, и за его судьбу тоже интересно будет понаблюдать. Кирилл Куликов был гостем подробности недели, спасибо, что пришли. Ну, а мы с вами продолжим. Верховенство закона или верховенство мандата. В Украине дела с ВИП-фигурантами спускаются на тормозах. Яркий пример – дело Пашинского химикуса. В канун Нового года нардеп-фронтовик из-за конфликта на дороге выстрелил в человека. А вот потом начались прямо удивительные вещи. Следствие затягивается, раненого мужчину до сих пор отказываются признать потерпевшим, а сам депутат в суде пытается этот статус присвоить себе. На какой стадии дело сейчас и что с его главными фигурантами, выяснил Руслан Смещук. Здоровье просто уходит, ушло. Все в тот вечер. В тот вечер, это 31 декабря 2016-го. У Вячеслава Химикуса возник конфликт на дороге с нардепом Сергеем Пашинским. В результате депутат открыл огонь из пистолета по-безоружному. А потом началась перестрелка словесная. Кто первый начал конфликт и кто потерпевший, а кто нападающий. Пашинский менял показания и упорно называл себя жертвой. Ведь Химикус ударил его бутылкой. Нардеп рвался свидетельствовать на полиграфе и раздавал интервью журналистам. Я больше зацикавлен в том, чтобы свидетельство было проведено необъективно и упоряджено. И своими действиями, а не только словами, я это, по-моему, всем подтвердил. Позже Пашинский заявит. Оговорился, да и свои показания поменял. То утверждал, что стрелял лежа. Потом вспомнил, что все-таки стоя. Странно себя вело и следствие. Сперва раненого Вячеслава Химикуса отказывались признавать пострадавшим. Игнорировали важные улики. К примеру, не брали во внимание джинсы раненого с пулевыми отверстиями. Да и опрашивать в больнице Вячеслава никто не торопился. Пока Пашинский отдыхал в Альпах. И вот идет четвертый месяц следствия. Химикус до сих пор не признан следователем пострадавшим. Хотя это определено судом. Дошло даже до того, что суд обязал ГПУ начать следствие в отношении своего же следователя. 11 апреля Печерский районный суд города Киева принял решение, которому обязал генеральную прокуратуру начать расследование в отношении следователя, который ведет дело. Поводом для этого стало невыполнение им решения суда о признании Вячеслава Химикуса потерпевшим. Невыполнение решения суда является преступлением по уголовному кодексу. Кроме того, оно крайне негативно сказывается на ходе расследования. Поскольку потерпевший не может использовать свои процессуальные права и следствие проводится однобоком. Это решение суда в ГПУ пока не комментирует. На отправленный запрос ответ редакция так и не получила. По словам Вячеслава Химикуса, следователи ведут себя некорректно и явно пытаются спустить все на тормозах. Большинство процессуальных действий осуществляется без пострадавшего. Я приехал в своем состоянии две недели назад первый раз в Генеральную прокуратуру на допрос. И следователь после получаса разговора со мной пропал на 4 часа. Искал постановку, которую он до сих пор не нашел. Идет затягивание процесса. Само по себе дело по тем обстоятельствам, которые известны, на самом деле не стоит выеденного яйца. Даже учитывая все процедуры, лишение депутата неприкосновенности, то есть привлечение народного депутата к уголовной ответственности, даже учитывая сроки проведения всех экспертиз, дело на сегодняшний день должно быть либо в суде, либо направляться в суд. Сам Вячеслав с женой, тещей и двумя детьми живет вот здесь, в доме под Киевом. Он до сих пор еще не стал на ноги, ходит на костылях. И врачи не дают никаких прогнозов. Еще перед Новым годом семья решила расширить дом и начала стройку. Но теперь ремонт пришлось заморозить. Это же должна была быть кухня, оно все замерло. Коробку выгнали, так накрыли на зиму, чтобы не заливало. Коридорчик, ай, тихо, только. Катошки он подкупили, посадить. А когда вы планировали вот здесь дно закончить? Ну, вот сейчас надо было бы уже все это гнать дальше. Во дворе стоит грузовик. Он должен был стать семейным кормильцем. Вячеслав водитель. Но сейчас работать не может. И с деньгами совсем туго. За что приходится жить? За старые заначки. Соседи какие-то. Помогли вначале люди, как бы не спорю. Но это все ушло на лечение, по сути. Ну, то есть сейчас у вас получается вот какого-то там стабильного дохода? Ну-у. Вообще. Мать сдует квартиру. Все бытовые тяготы ложатся на жену Вячеслава. Она беременна третьим ребенком. В данный момент я в основном дома сижу. Я очень редко выхожу на самом деле куда-то погулять или в магазин съездить. Вот. Все делаю сама. Вот с утра встаю, приготовила завтрак, поубирала. И опять приготовила обед, поубирала. Вот. Ну и постоянно кнопа много времени занимает. А это только кажется, что тяжело. На самом деле привыкается абсолютно ко всему. Ольга признается, с каждым днем надежды на справедливое следствие и суд все меньше. Но они не сдаются. Все умом понимают, что мы правы. Вот. Но приказы отдаются откуда-то сверху. И это все регулируется. Пашинский же на тему своей новогодней стрельбы сейчас старается не говорить. Взять у него комментарий нам так и не удалось. Влияет ли народный депутат на следствие? И почему все затягивается? Вопросы пока без ответов. Но похоже, в Украине мандаты нужной связи являются гарантированным оберегом от уголовной ответственности. И закон для народа и его слуг совсем не один. Руслан Смещук, Василий Миновщиков, Сергей Еременко. Подробности недели телеканал Интер. А завершим мы наш антикоррупционный блок. Рассказом о государственной компании, финансовая отчетность которой так плотно окутали мнимой прозрачностью, что разглядеть цифры не может никто. Нафтогаз Украины не дает ответа о прибыли и своих контрактах ни журналистам, ни депутатам. При этом руководители НАК получают колоссальные миллионные зарплаты. А простые люди платят за газ неподъемную цену. Почему топ-менеджмент государственной компании относится к своей работе как к частному бизнесу? Спрашивала Оксана Григорьева. Прозрачность их принцип работы, а информирование граждан Украины их приоритет. Это все задекларировано на сайте нефтегаза. Но стоит ли написанному верить? Ведь звучит это довольно лицемерно. Так журналистки украинской правды Татьяне Козыревой в НАК почему-то отказались открыть детали контракта с двумя компаниями. Бельгийской и американской. Их нефтегаз якобы нанял для лоббирования своего имиджа в США. Но в нефтегазе ответили информация коммерческая, а значит конфиденциальная. И отказались предоставлять журналистам копии контрактов и стоимость этих услуг. Хотя обязаны по закону. Ведь конечный владелец нефтегаза украинский народ. Теперь этим займется суд. Разглядеть бюджет нефтегаза за задекларированной прозрачностью не могут даже депутаты. Получается такое себе закрытое государство в государстве. Мы не можем добиться роками от того, чтобы «Нафтегаз» публічно затверджував свой финансовый бюджет речный. Куда вытрачаются деньги? Мы с боями узнаем о том, какие правильные заработные платы у главы этой структуры и у работников этой структуры. Там абсолютно неадекватные витрати. Но они не берутся с того, что эта компания их реально заработала. Они берутся с того, чтобы подняли в разы тарифы для людей, подвищали цену на газ, залезли в кишень и теперь имеют возможность себе установить такие зарплаты, которые сами хочут. А зарплаты в национальной компании уже давно обогнали европейские. За прошлый год оклады руководителей нефтегаза выросли в 13 раз. В то время как украинцы этой зимой считали, сколько должны по новым платежкам, глава НАК Андрей Коболев получал более 2 миллионов гривен в месяц. Вот так выглядит его дом в элитном поселке на берегу Киевского моря. За миллион долларов. За колючей проволокой и под камерами наблюдения. За минулий рік Нафтогаз задекларировал чистого прибутка в 26 миллиардов гривен. 26 миллиардов гривен. При этом, будучи суперзаботковым, все деньги в Нафтогазе и, соответственно, их миллионные заработные платы взялись только с того, чтобы подняли тарифы. Обещанное в 2014 году, после революции достоинства, реформа компании так и не началась. Планы демонополизировать рынок газа остались лишь на бумаге. И это говорят эксперты только на руку топ-менеджменту нефтегаза. Руководители НАКО, Коболев и Витренко, будучи наемными работниками в госкомпании, почему-то рассматривают ее как свой частный бизнес и политический трамплин. Поговаривают с него Коболев, метят даже в премьерское кресло. И чутки, что его рассматривают как одного из потенциальных наступников Гройсмана. Ну, если, например, может происходить измена премьера, то, наверное, его прозвище тоже фигурувало. Которинство такой большой компании не зацикавлено в том, чтобы потерять эту компанию, чтобы ее разделять. Потому что для них это тоже актив. Актив и бизнесовый, и политический. Вот «Нафтогаз» как раз сейчас всячески тормозит реализацию этой реформы. Причину уже нашли. Знаете, мы в Стокгольмский арбитраж подали. Пока решения арбитража не будет, мы ничего сделать не можем. Да что там контракты с иностранцами? Никто посчитать не может, куда ушли деньги, заплаченные украинцами за газ втридорого. Эксперты подсчитали. За прошлый год украинцы потребили 17 миллиардов кубометров газа. Себестоимость газа собственной добычи 80 долларов. Но дочка нефтегаза «Укргаздобыча» продает его по 180. Это 1,7 миллиарда долларов только на разнице между ценами. Население же получает газ по цене около 260 долларов. И при этом уровень добычи собственного газа не растет, а стремительно падает. Хотя именно увеличение добычи могло бы уменьшить цифры в платежках украинцев. Лишние 100 долларов, находящиеся в тарифе на газ для населения, они трансформируются в очень неплохую сумму. А если сравнить это с операционной деятельностью «Нафтогаза», когда поставки газа населения убыточны, то как раз вот эта вот сумма и получится. 1,7 миллиарда долларов, которые просто растворились в неизвестном направлении. Вот, собственно, и возникает вопрос, каким образом это все происходит, насколько прозрачна работа «Нафтогаза» Украины. Все это напоминает методы так называемой креативной бухгалтерии, когда для инвесторов демонстрируется одна динамика, а для всех других демонстрируется, особенно для внутреннего, для внутреннего споживания, демонстрируется совсем другая динамика. На эти все вопросы наш телеканал тоже хотел бы получить ответ. Официальный запрос в НАК «Нафтогаз» уже отправили, но в ответ пока тишина. Хотя тишину на днях нарушил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Ветренко. Он ответил на страницах УПЭ на статью главреда этого издания Сергея Мусаевой. Но такой ответ скорее исключение, подтверждающее тенденцию. Есть некая имитация прозрачности, нежели реальная прозрачность. Потому что от того, что раз в год или раз в полгода глава «Нафтогаза» сделает какой-то публичный отчет или сходит на какой-то эфир, людям веснее не стало. Все чаще возникают вопросы, за что платятся такие колоссальные зарплаты, куда уходят деньги украинцев. Эта дискуссия является серьезным поводом попристальнее присмотреться к работе НАК, чтобы положить конец использованию государственного добра в личных целях. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности недели. Телеканал Интер. Почему сотни тысяч украинских пенсионеров остались без пенсии? И как вернуть свои законные выплаты, если чиновники говорят, что лишат их? Ответ на эти вопросы через 8 минут, сразу после рекламы. Это подробности недели. Мы возвращаемся в прямой эфир. И начнем с проблемы, о которой власть предпочитает молчать. Вы в черном списке СБУ, а значит пенсия не положена. Примерно такую фразу слышат тысячи украинских пенсионеров-переселенцев. Все потому, что они пересекли линию разграничения и были на оккупированной территории. В Минсоцполитике говорят, так власть борется с махинациями, чтобы человек не получал деньги с двух сторон. Но как это контролируют? И почему в список попадают случайные и ни в чем не виновные люди? И главное, что делать в такой ситуации? Инна Томина продолжит тему. Максим Семененко с самого начала войны на линии фронта. Он военный, сам родом с Донбасса. На этой неделе приехал в долгожданный отпуск в Днепр. Тут и узнал, его маме-переселенке отказали в законной пенсии. Моя мать, я военнослужащий, который воюет в АТО. И это хорошо, что я так приехал в отпуск, и это случилось при мне. Представьте, если бы я был там. Вот что думать и что делать. Свою маму Максим забрал из Южной Ломоватки Луганской области. Как только там начались боевые действия. После переезда женщина, как и все переселенцы, получила соответствующую справку и переоформила пенсию. За все это время семь раз съездила в родной поселок, чтобы проверить, цела ли квартира. А в конце марта ее вызвали в социальную службу и сообщили. Из-за поездок на оккупированную территорию пенсию ей платить не будут. А что я сделала преступного? Я вообще-то гражданин Украины. Неужели я не могу ехать по территории Украины? Как только я выехала, стала ездить туда-сюда, я отказалась от допомоги. 884 гривни мне платили. Единственное, от чего я не отказалась, это от своей пенсии. Я вообще-то здесь ее заработала. Честно заработанного лишили и Ольгу. Еще в 2014-м она в чем была, убежала из Донецка к дочери в Киев. Женщина регулярно отмечалась, каждые полгода оформила электронное пенсионное удостоверение. А несколько дней назад узнала, ее пенсию заблокировали. Как это вы не выезжали? Значит, вы когда-то выезжали? Я говорю, последний раз я выезжала за пределы Киева в июне месяце 2016 года. Вот вы ездили в Донецк. Да, я ездила в Донецк. Я не отрицаю. Я ездила в Донецк посмотреть на свою квартиру. Я там пробыла три дня, попала под страшный обстрел и уехала оттуда. На каких основаниях людей лишают выплат? Оказывается, существуют некие списки людей, которые оказались под подозрением в СБУ. В одном из столичных отделений пенсионного фонда нам объясняют. Вся информация поступает ими из центрального офиса. Именно там решают, кому блокировать пенсию. Есть случаи прекращения выплаты пенсии внутренне перемещенным человеком, как отсутствием за фактическим местом проживания. Або в разе скасывания доведки внутренне перемещенной особи. Там есть определенные условия для скасывания этой доведки. Або в разе надходления информации Держприкордонслужбы, МВС, СБУ, Минфин, нацполиции и так далее. Сколько людей в черных списках, точно информации пока нет. Но в волонтерских организациях, которые помогают переселенцам, говорят, проблема масштабная. В прошлом году под подозрением СБУ числились от 500 до 900 тысяч человек. Тогда правоохранители рапортовали, что в списках переселенцев, получающих пенсию в Украине, половина виртуальных лиц или хитрецов, которые получают пенсии и в Украине, и в Ордло. В этом году проверка на подлинность статуса продлится до мая. Проблема и махинации с выплатом переселенцам СБУ резко озаботилась во второй половине февраля. Как и по каким причинам люди попадают в эти списки, пока неизвестно. Сколько сейчас там людей не разглашается, и как узнать, есть ли твоя фамилия среди списков счастливчиков, неизвестно. При этом Минсоцполитики успокаивает. Мол, настоящим переселенцам бояться нечего. Нужно просто предупреждать, если едешь из Украины больше, чем на два месяца. Вот только реальная жизнь расходится со словами чиновников. И в черный список могут попасть и те, кто просто на несколько дней съездил на оккупированную территорию. Что же делать людям, если их пенсия оказалась заблокированной? В совесе говорят, пенсионеры должны написать заявление и ждать в спецкомиссию с проверкой. Для того, чтобы мы проверили, фактически место проживания проверили и подтвердили. Тем временем правозащитники все же советуют людям, которым заблокировали пенсию по надуманным причинам, обращаться в суд. Инна Томина, Максим Чеблин, Никита Исаико, Елена Миндалюк и Евгений Каденцов. Подробности недели, телеканал Интер. Хорошая новость из зоны АТО. За минувшие сутки среди украинских военных нет погибших и раненых. Впрочем, это единственная хорошая новость. Обстрелы украинских позиций все-таки были. Боевики сорвали пасхальное перемирие, о котором пытались договориться в Минске дипломаты. За три года, которые уже длится АТО, боевики всегда нарушают режим тишины. Станислав Кухарчук видел, как на передовой подзвуки обстрелов готовились к Пасхе в этом году. Он буквально несколько часов назад вернулся из поселка Пески возле Донецкого аэропорта. Весь вечер Великой Пасхальной субботы поселок Пески содрогался от обстрела. Казалось бы, за три года войны здесь не должно было остаться ничего живого. Но наши десантники в руинах некогда элитного пригорода Донецка стоят стеной между боевиками и мирной Украиной. Едва бой стихает, ребята чистят оружие. Ведь стрельба может начаться в любую минуту. Держи. Сколько здесь? Чистенько. Бои на этом участке едва ли не каждый день. С момента объявленного 1 апреля перемирия у десантников уже шестеро раненых. Обстрелы здесь то утихают, то возобновляются с новой силой. Вот такая вот гуманитарная помощь от братского народа летит в ребят даже во время режима тишины. Ну у нас таких нема походу. Это алюминиевый хвостовик цели видно. У нас все в принципе железные полностью изменениями. Ну так это их не их не. Пока есть возможность бойцы готовятся к Пасхе. Накануне волонтеры и родственники буквально завалили десантников подарками. Пасхи, крашенки, домашние консервации и даже мясо. Повар Владимир не нарадуется. К празднику он готовит шашлык по авторскому рецепту. Дай Боже тем людям здоровья, которые помогают нам, которые не байдужи до нашей справы. На то, что Пасха пройдет без обстрелов, ребята даже не надеются. Многие воюют еще с 14-го года и тихих перемирий не припоминают. Едва солнце прячется за горизонт, десантники занимают огневые позиции. На линии фронта объявили очередной режим тишины. Уже второй только за эту неделю. Но на удивление тишина воцарилась почти по всей линии фронта. А в Песках вместо выстрелов впервые за несколько дней слышен храп бойцов. Ранним утром кто-то еще дремал, а кто-то на боевом посту спешил поздравить близких с Пасхой. Здесь, на войне, это так важно – услышать родной голос. Но с рассветом мирную ночь в Песках снова сменила война. Дать отпор наемникам десантники готовы в любую минуту. Но ночного режима тишины никто не отменял. Открывать огонь можно только в случае непосредственной опасности для жизни. Все зависит, как они себя поведут. Хотя надеетесь на то, что будет мир, даже в таких день, как Пасха, то что-то не приходится верить. Потому что они всегда порушивают. Всегда. Если не на Пасху, то уж точно после праздника военные ждут очередной эскалации на фронте. За время первоапрельского перемирия наемники успели укрепиться, а на некоторых участках даже выдвинуть свои позиции вперед. Станислав Кухачук, Вадим Ревун, Владимир Малахов. Подробности недели. Донецкая область. Тем временем депутаты Верховной Рады ждут реакции Кабмина и правоохранительных органов на монополизацию рынка удобрений в Украине российскими производителями. В эту пятницу депутаты обратились к правительству с требованием не допустить остановки украинских предприятий, чью продукцию с рынка вытесняют россияне. Российским поставщикам украинский рынок открыл еще Кабмин Арсения Яценюка. И с тех пор остановить экспансию так и не удалось. Одна из компаний, работающих сейчас на украинском рынке, Еврахим, принадлежит российскому олигарху Андрею Мельниченко. Это предприятие, крупнейший производитель минеральных удобрений в РФ. Уже больше четырех лет участвует в федеральной программе модернизации российской армии и флота. Фактически сама Украина спонсирует перевооружение российских войск. Мой коллега Лев Петренко готовый вдаваться, как представник национального корпуса, к физическому перешкоджению проходжения вантажей в Украину. Я думаю, что в этом случае я готовый его поддерживать и быть с ним вместе. Потому что это уже непрепустимая ситуация. Говорить о недопуск газа российского производства на украинский рынок и дотримать это слово, и параллельно вести торговлю по химичным добровым, это, мягко говоря, непрепустимо. Избежать войны, возможно, все-таки получится на корейском полуострове. По крайней мере, пока президенту США Дональду Трампу удалось повлиять на вождя Северной Кореи Ким Чин Ина. Тот отменил уже традиционное для Пхеньяна ядерное испытание в день рождения основателя этого государства Ким Ир Сена, который северокорейцы праздновали как раз вчера. Тяжелее Трампу с Сирией. Один показательный ракетный удар по этой стране не решил еще ничего. А вот о чем уже можно говорить с полной уверенностью. Резкая внешняя политика Трампа очень понравилась американцам. Рейтинг президента США растет как на дрожжах. Тему продолжит Дмитрий Анопченко. Сто дней при власти. На этой неделе почти незамеченным остался первый рубеж, который взяла команда Трампа. И хотя сам президент сказал, что результат невероятный. Я не думаю, что кому-либо за первые сто дней президентского срока удалось хотя бы близко достичь того, что сделали мы. Опросы говорили скорее об обратном. Рейтинг падал. Стремительнее, чем у любого другого президента в новейшей истории. И это не газетная утка, а данные авторитетного института Гэллопа. В последние дни марта, одобряем, сказали Трампу, лишь треть американцев. Мистер Мосс местная знаменитость. Во время избирательной кампании пресса прозвала его трубодуром Трампа. Простой фермер из глубинки так поверил республиканцу, что за свой счет ездил за кандидатом во все агитационные туры по Америке. Но теперь даже тот, кто так воспевал Трампа, неожиданно в нем разочаровался. Думаю, у него есть потенциал. Нужно просто спуститься на землю и вспомнить о простых людях, которые за него голосовали. Я обеспокоен, что до сих пор нет обещанных перемен в медицине, в вопросах миграции, все, что было у него в планах. Когда у шоу телеведущего Трампа проседали рейтинги, команда срочно меняла сценарий. Совпадение или нет, но сценарий американской политической жизни сейчас тоже изменился. Речи некуда. Томагавки, выпущенные по авиабазе в Сирии, показали меру другого Трампа. И НАТО уже не устаревшая организация, и Китай сейчас ценят как партнера. И происходит это под влиянием команды генералов и бизнесменов, от зятя Джареда Кушнера до Тилерсона, Мэттиса, Макмастера, так и под влиянием обстоятельств, когда для обещанных реформ, которые тормозит Конгресс, нужна поддержка общества. Конечно, появляется краткосрочный эффект поддержки людей, которые критически относятся к тому, что делал Обама. Вот только вопрос, как долго этот эффект продержится. Один авиаудар, одно изменение во внешней политике страны вовсе ведь не означает глобальных изменений. Но и одного приказа об ударе по Сирии хватило, чтобы рейтинг одобрения рванул вверх. По данным института Гэллопа, каждый второй американец поддержал удар по Сирии. Понятно, что Белый дом не мог не принять этого внимания. В лентах новостей появились заголовки с пометкой «Срочно! Удар по исламистам!». Что касается демонстрационного эффекта, сложно переплюнуть мать всех бомб, сброшенную теперь уже в Афганистане. Реально еще одна успешная работа. Мы очень-очень гордимся нашими военными. А затем и сообщение о готовности нанести удар по Северной Корее. Испытание ракеты оказалось неудачным, и это по сути спасло и Тхеньян от потери лица перед собственными гражданами, что, мол, не дрогнули перед Америкой, и команду Трампа от необходимости отдавать приказ, который мог стоить миру так дорого. Но это не решение, скорее пауза. Конфликт с Америкой может вылиться в большую войну, если кто-то перейдет красную черту. В КНДР а огромная. Вторая по величине после Китая армия. А еще Ким Чен Ын настойчиво создает атомную бомбу, как страховку. Ведь и Саддам в Ираке, и Каддафи в Ливии пали, не сумев противопоставить Америке ничего в военном плане. Думаю, мы вступаем сейчас в очень интересный период, когда происходит не только суперигра между двумя большими игроками США и Россией, но и маленькие актеры, которых никогда не приглашали на танец, начнут реализовывать свои партии и влиять. В этой ситуации Трамп пока делает ставку на силу. Выдвигает ультиматумы, требует Северной Кореи изменить линию. В условиях, когда внутри страны перемен нет, президенту очень нужны победы. Пусть даже ради них придется на время забыть о своем лозунге «Америка на первом месте». Ведь, как выяснила пресса, он уже собирает средства для участия в новой избирательной кампании 2020 года. Больше 30 миллионов, как выяснили журналисты, уже аккумулировали. А значит, нужно аккумулировать и голоса, и сделать все, чтобы такие, как трубадур мистер Мосс, снова решили написать песню о кандидате. Из Соединенных Штатов. Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер». Кстати, еще одна причина, по которой давление Трампа на Северную Корею может оказаться успешным, это Китай. Главный торговый партнер Пхеньяна уже оставил Ким Чен Ына без твердой валюты. Северную Корею называют моноэкспортным государством. До 80% поставок из этой страны приходится на уголь. И раньше почти весь он шел в Китай. Теперь же северокорейские суда вынуждены возвращаться из китайских портов полностью загруженными. В следующий шаг Пекин собирается прекратить поставки нефти Пхеньяну. Ну а одна из самых актуальных задач Трампа теперь – наладить подобное сотрудничество с Россией для давления на Башара Асада и окончания войны в Сирии. Еще одна страна, чья помощь точно понадобится, чтобы закончить войну в Сирии – это Турция. Но чтобы президент Реджеп Эрдоган помог решить эту проблему, условием Анкары может быть признание и Европой, и Америкой перемен в самой Турции. Там сегодня прошел конституционный референдум. Суть изменений – переход к президентской форме правления. Звучит вроде бы не очень серьезно, но такие перемены, если результаты референдума окажутся позитивными для Эрдогана, могут спровоцировать тяжелый внутренний кризис в Турции и сохранить власть в руках действующего президента еще на долгие и долгие годы. Как завершилось голосование, есть ли уже хотя бы предварительные результаты, узнаем у Алексея Пшемыского. Мой коллега сейчас в Анкаре и с нами на связи. Леша, приветствую. Здесь в Украине новости из Турции очень пока противоречивые. Одни говорят, Эрдоган уже может праздновать победу, другие – что еще рано делать выводы, что на самом деле и как реагируют на события в Анкаре. Добрый вечер, Алексей. Не знаю, слышно ли вам, но буквально последние минут 30 на улице слышны массовые сигналы автомобилей. Вероятно, таким образом, те, кто сказал «да» на референдуме, празднуют победу. Дело в том, что буквально 30 минут назад президент Турции Эрдоган заявил о победе референдума. Голоса еще до конца не подсчитаны, но вот уже где-то подсчитали более 99% голосов избирателей. И по последним данным 51% избирателей сказали конституционным изменениям «да». Отмечу, что в оппозиции также заявили о том, что результаты сфальсифицированы. И о том, что на многие избирательные участки попросту не пустили наблюдателей. Отмечу, что, наверное, одной из наиболее удивительных цифр стало то, что более 60% турков, проживающих за границей, также сказали на референдуме «да». В целом, отмечу, что последние часы в социальных сетях стали активно писать о том, что сегодня Турция, по сути, может скатиться к авторитаризму. Но все дело в том, что конституционные изменения делают власть президента практически неограниченной. И более того, теперь Эрдоган, скорее всего, сможет пребывать в кресле президента вплоть до 2029 года. Но скажу, Алексей, что, пожалуй, наибольшее опасение мирового сообщества вызывает даже не результаты референдума, а очень большая поляризация в турецком обществе. Но вот очень небольшая разница между теми, кто голосовал за и против. И вот как нам удалось понять, общаясь с жителями Анкары, те, кто сказал на референдуме «нет», они скорее сказали «нет» самому Эрдогану и его президентству. И вот, собственно, как люди будут воспринимать теперь эти результаты – большой вопрос. Отмечу, что следующим шагом президента теперь, вероятно, станет и возврат Турции смертной казни для участника военного переворота, что уже вызвало массу критики на Западе. Отмечу, что, собственно, здесь, в самой Анкаре, также очень разные мнения людей, они очень поляризованы. И вот то, что нам удалось узнать за последние два дня, почему так голосуют турки, кто говорит «да», кто говорит «нет», предлагаю посмотреть в нашем сюжете. Турция на распутье. Сегодняшний референдум – самое важное политическое событие страны с момента основания Турецкой Республики. Президент может получить неограниченную власть, исчезнет должность премьер-министра, депутаты больше не смогут объявлять главе государства импичмент, а правоохранители открывать против него расследования. Президент сможет лично назначать министров и высоких чиновников, распускать парламент и объявлять чрезвычайное положение. И это лишь малая часть полномочий, которая появится у Эрдогана, если так решат турки. Во всей Анкаре можно увидеть вот такие плакаты «эвет», «да» на турецком, а вот агитации против голосования в городе попросту нет. Поддержать изменения в Конституцию турков уже несколько месяцев призывают и с экранов телевизоров. Вчера национальные каналы показывали фильмы об успехах президента, а на улицах прошли митинги в поддержку референдума. Власть в Турции должна быть сильной и крепкой. Зачем нам Европа? Евросоюз разваливается, Британия выходит из него. Я говорю «да», Турции. Я верю, что президент должен защитить нашу страну от событий, подобных тем, что были прошлым летом. Именно попытка государственного переворота и стала поводом для референдума. Тогда погибли больше двухсот человек. По словам Эрдогана, изменения в Конституцию помогут укрепить власть. Он неоднократно обвинял и Европу в попытках развалить Турцию. Они заставили нас ждать у доверей 54 года, а теперь и вовсе закрыли их. Они потеряли доверие и репутацию. Они атакуют нас всеми способами. Когда-то Атаманскую империю называли больным человеком Европы. Но знаете, кто сегодня болен? Европейский Союз. Его экономика валится. Накануне в Анкаре прошел и один из немногих разрешенных митингов против изменений в Конституцию. С июля в стране действует чрезвычайное положение, и любые акции оппозиции запрещают. Под надзором полиции на главной площади Анкары собрались несколько сот человек. Символом противников Эрдогана стал Ататюрк. Мы проголосуем нет. Почему? Потому что мы не хотим доверить свою судьбу одному человеку. Мы не хотим диктатора, а Эрдоган диктатор. Мы хотим, чтобы он ушел. Мы потомки Ататюрка, и мы верим в демократию. Так открыто говорить рискует немногие. С июля прошлого года по подозрению в причастности к перевороту власти арестовали более 30 тысяч человек. Многие покинули страну. Один из них бывший редактор популярной газеты «Заман» Абдулла Баскюрт. Он бежал в Швецию. 15 тысяч людей заключенные, но еще даже не обвиненные. Люди напуганы. Сейчас нет верховенства закона. Ты не можешь сказать, что будет завтра, если ты журналист, бизнесмен, академик или активист. Студент Ближневосточного технологического института Чагри. Один из немногих активистов, открыто выступающих против Эрдогана. Мы встречаемся с ним на территории кампуса института. Единственное место в Анкаре, куда запрещен вход полиции без разрешения ректора. Вместе с другими Чагри ведет в интернете веб-сайт «Йос Хакам», где открыто говорят о коррупции во власти. Те, кто работает на госслужбе или у кого есть служащие в семье, боятся открыто обсуждать политику, потому что наименьшее, что может произойти с ними, это увольнение. Но мы, студенты, пытаемся рассказать о том, что на самом деле происходит в Турции. Для таких, как он, символом свободы и демократии стала Европа. Однако после массовых арестов многие разочарованы бездействием Евросоюза. Многие разочарованы. Я разочарован. Мои друзья также разочарованы. Мы хотели бы видеть больше поддержки со стороны ЕС. Особенно после того, что начало происходить в нашей стране с прошлого лета. Турция сделала многое, чтобы двигаться в сторону Евросоюза. Однако наши переговоры во вступление в ЕС 2005 года не продвинулись ни на шаг. Но Брюсселю и Анкаре все же придется строить отношения. Ведь для Турции Европа главный торговый партнер. А для ЕС Турция буфер, сдерживающий наплыв беженцев. Главный вопрос, не внесет ли реперендам еще больший распух турецкое общество. Согласно последним данным соцопросов, голоса «за» и «против» разделились 50 на 50. Результаты будут известны уже этим вечером. Однако вне зависимости от них страну могут заклеснуть протесты. Из Анкары Алексей Пшемызкий, Владимир Самченко. Подробности недели, телеканал «Интар». А до выборов во Франции осталась одна неделя. На избирательные участки французы пойдут в следующее воскресенье. Запад следит за этой предвыборной гонкой, просто затаив дыхание. От того, кто станет следующим президентом Франции, без преувеличения зависит будущее Евросоюза. Ведь среди главных претендентов на победу есть те, кто обещает вывести страну из состава ЕС. Какова расстановка сил? Последнюю информацию узнаем у нашего корреспондента Европейского бюро Елены Абрамовича. Она с нами на связи. Лена, приветствую. Скажи, чего же ждать от французских выборов? Ну, даже сейчас на финишной прямой очень трудно что-либо прогнозировать. Французская предвыборная кампания непредсказуема. Рейтинги кандидатов постоянно меняются. Так, за последнюю неделю из тройки лидеров выпал кандидат, которому еще два месяца назад уверенно пророчили победу. Это Франсуа Фион. На днях французских СМИ появилась еще одна порция компромата в деле Пенелопа Гейт. Так называют бесконечную историю о эффективной работе жены Фиона. Так вот, пишут, что Фион якобы трудоустроил свою супругу намного раньше, чем предполагалось, еще в 1982 году. Сам политик назвал это очередной клеветой. Впрочем, из тройки лидеров он выпал еще до этой новости. Его подвинул крайне левый Жан-Люк Меланшон. Он убедительно себя зарекомендовал на дебатах. Его рейтинги буквально взлетели с 11% до почти 20% за последние недели. Меланшон цитирует Карла Маркса и обещает выход страны из Евросоюза, как и его конкурентка Марин Ле Пен. Кстати, не исключает, что во второй тур могут выйти именно Ле Пен и Меланшон. Президент Франсуа Алан, когда об этом услышал, а он практически не комментирует эту предвыборную кампанию, сказал, что все это плохо пахнет. Мол, это гонка сплошной популизм. А еще признался, что во втором туре будет голосовать за кого угодно, но только не за Ле Пен. Кого поддержит в первом туре, Алан публично не сообщил, но не секрет, что его кандидат это Эммануэль Макрон. Макрон сейчас в топе рейтингом. По некоторым опросам он делит первое место с Ле Пен. В целом же, предугадать, кто же победит, трудно. Во Франции возрос евроскептицизм. Недаром 7 из 11 кандидатов, например, обещают выход страны из НАТО. Что это значит для Украины? Ну, напомню, Киев до сих пор ждет без виза. И хотя в этом вопросе остались лишь технические шаги, запланированы они как раз на послевыборный период. Если вдруг победа окажется в руках евроскептиков, то Евросоюзу попросту будет не до Украины. Без виза может не быть, хотя бы потому, что исчезнет шенгенская зона. Даже такие звучат мысли от аналитиков. Может, это преувеличение на то, что французские выборы определяют будущее Евросоюза? Несомненно. Понятно. Елена Абрамович, наш корреспондент Европейского бюро, была с нами на прямой связи. Спасибо, Елена, за работу. Поблагодарить хочу и моих коллег, авторов этого выпуска, за работу. Вас, дорогие телезрители, за внимание. Это были подробности недели с Алексеем Лихманом. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!